Аминь. Слава Богу. Умеем возможность обратиться к Господу в одной молитве в начале этого послеобеденного служения. Дорогой наш Отец Небесный, мы славен Тебя благодарим за то, что Ты нам даруешь слово, Ты нам даруешь такое время благоприятное, спокойное, без войны над нашей головой. Мы просим, помоги и благослови в том слове, которое Ты приготовил через Алину для каждого из нас. Даруй ей Духа Твоего Святого, даруй ей Господи уверенности в Тебе, и пусть дерзновенно слово Твое будет звучать и будет касаться наших сердец. Мы также благодарим и за то, что мы здесь и просим благослови тех, кто не имеет эту возможность, или те, кто находится вдалеке или в болезни. Укрепи, и пусть имя Твое будет прославлено, как Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Мир Божий, братья и сестры. Паше Домнолу, братья и сестры. Пожалуйста. На прошлой неделе было на следопыском конгрессе. Саптамуна трекута, ам фост на конгрессу, и он назывался Покарея Высота. И он был назван «Покарея Высота». Это было неспроста именно это название. Потому что это была основная идея лагеря. Мы вместе с детьми ходили по ходу в горы, мы говорили про горы, которые поднимался Моисей, Илья, Иисус, Авраам. Мы говорим не только о горах, но именно о горах в нашей жизни, о испытаниях, трудностях. И мы говорим не только о горах, но и о горах в нашей жизни, на уровне символиках, изпите, пакаты, греутати, которые мы встречаем на дороге. И я хотел бы поделиться с твоими размышлениями по этой теме. И я желаю вам приветствовать мои медитации на этот объект. Горы, испытания, искушения, все это стесненные обстоятельства в нашей жизни. Диферите мунти, диферите ситуации complicate, которые мы constрэнг, это вещи по которым мы встречаем в нашей жизни. Это как какие-то попытки. Они для нас не такие вдохновляющие, радостные события, которые мы каждый день ждем, но мы должны согласиться с Богом, что это необходимо для нас. И когда мы читаем Библию, мы видим, что все герои проходили испытания. И когда мы читаем Сфанты Стритут, мы видим, что большинство героев у них прошло. Одни проходили успешные испытания, другие, к сожалению, не прошли их. Одни у трех успешных испытания, другие, к сожалению, не прошли их. Но они были в жизни и они важны эти испытания. Они были в жизни в жизни, которые они были в жизни, и они очень важны. Мы можем сказать, что это испытание как экзамен в нашей жизни. И мы можем назвать, с другими словами, эти испытания, как экзамены в жизни. Практически все сдавали экзамены. Кто-то сдавал экзамен в колледже, кто-то в школе, в институте. И если ты хочешь получать права для машины, то тебе тоже нужно сдать экзамен. И если ты хочешь, если ты хочешь, если ты хочешь, чтобы ты получил экзамен с успехом. И чтобы получить эти права, ты сначала учишь теорию, потом практикуешься, и только после этого переходишь к экзамену. И вот этот экзамен показывает, насколько ты готовишься, что ты знаешь и готовишь ли ты пройти на следующий этап. И этот экзамен говорит о том, что ты готовишь к экзамену, когда ты готовишь на новую этапу. Некоторые дают экзамены с первого, второго, третьего, кто-то с четырнадцатого раза. Но самое важное, когда ты даешь эти экзамены, быть настроены. Но самое важное, когда ты получишь этот экзамен, это чтобы быть подготовлен на эту дистанцию. Люди, они легко отчаивают, сытирают надежда, что они смогут. Но в Библии написано, что мы можем все в укрепляющем Иисус Христе. И благодаря этим экзаменам мы понимаем, что мы их даем, потому что не зря были все наши испытания. И благодаря этим экзаменам, после чего мы даем, мы эксперимем и укрепляем, потому что мы прошли все наши испытания, подготовки, изучения. И еще я прочитаю вам место исписания Якова, первая глава второго стиха. И я хочу разобраться, Яков, 1, 2. Братья, когда вы сталкиваетесь различного рода испытаниями, считайте это великой радостью. Братья мои, мне кажется, это большая счастье, когда вы путешествуете любые испытания. Если ты считаешь, что это не радость, а испытание, это испытание печаль, то что это что-то плохое, то это не библейское отношение. Потому что апостол Яков говорит нам, когда приходят различные роды испытания, считайте это великой радостью. И дальше написано, в 3-4 стихе, Вы знаете, что испытания вашей веры вырабатывают стойкость, а стойкость должна настолько возрастить вас, чтобы вы стали зрелыми и сильными без всяких недостатков. И в этом стихе мы получаем ответ, почему нам нужны эти испытания. В этом стихе мы видим ответы, почему нам нужны эти испытания, чтобы мы стали зрелыми, сильными и чтобы у нас не было недостатков. Потому что если у нас не будет этих испытаний, то наши недостатки, они сами никуда не денутся. Потому что если мы не будем пройти через эти тесты, через эти испытания, наши недостатки, то наши недостатки или наши недостатки не будут вспыхать ниже. Они будут остаться. Некоторые молодые люди в Библии знают о испытаниях, и они не только знают, но и умолились, чтобы Бог послал в жизни испытания. И не думаю, что многие люди молятся каждый день, что Бог послал в испытаниях, какие-то испытания, потому что они знают, что это трудно. И я думаю, что это очень редко случается, когда люди молятся в форме следующего дня, «Доамне, примите-me тесты, испытания, испытания, трудности». Но Давид сказал, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце моё, испытай меня и узнай моё мышление моё, и зрение на опасном репуте и направь меня на пути вечный». Но в последние 2 Псамул 139 говорит, Развитание мудрости, это конечно мудрость, потому что David понимал для чего эти испытания, чтобы понять на каком он пути. Он понимал что эти испытания помогают для того, в первую очередь, именно ему понять, что нужно делать и как двигаться дальше. Он понимает, что эти испытания помогают ему самим, в первую очередь, чтобы понять, что нужно делать, в что направление идёт. Многие знают его. Многие у вас знают, что он писал, что испытания говорят правду о тебе самому. Эти испытания говорят правду о тебе самому. Это совпадает с молитвой Давида. И это в армонии с ругацией lui Давид. Когда он сказал, чтобы я знал куда я иду, где я, чтобы знать, что делать. Но такие испытания были не только у персонажей в Библии. И не только у нас, но и у Иисуса. И не только у нас с вами, но и у Иисуса. И сказали, что после крещения и слова Бога, что это мой сын возлюбленный. В нём мое благословение Бог скажет Иисусу, теперь ты отдохни. Но нет, он так не говорит. Мы знаем, что это написано, что Дух Святой Павел Иисуса в пустыне. Поэтому это важно, эти испытания не только для нас, но и для Иисуса было так же важно. Поэтому понимаем насколько это важно. И эти испытания Иисуса не касались разные сферы жизни. И эти испытания, которые проходят Дух Святой Павел Иисус, у нас есть разные сферы в жизни, разные сферы в жизни, разные сферы в жизни. Его плоти, души и духа. Су-то оттенз от трупа, суфлету, 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 духу. Наши плоти, можно сказать, на очень влиятельная персон. Она хочет пить, хочет спать, хочет есть, хочет отдыхать и так далее. И в Библии написано, что плоти противятся Духу. И в Библии написано, что плоти противятся Духу. И в Библии написано, что плоти противятся Духа Павел Иисус. И в Библии написано, что если ты голоден, сделай себе хлеб из этих камней. И в Библии написано, что плоти противятся Духа Павел Иисус. И в Библии написано, что плоти противятся Духа Павел Иисус. Он испытывал его плоти, потому что знал, что Иисус не ел и не пил 40 дней. Он пытался, что плоти противятся Духа Павел Иисус, потому что знал, что Духа Павел Иисус не ел и не пил 40 дней. Иисус сказал, что не хлебом одними будет жить человек, но всяким словом Божим. И вот для нас в этом примере есть напоминание, что когда приходят какие-то трудности, испытания. Когда все, как в Тумане, очень голодны, у нас нет ничего, и у нас есть испытания, которые помогают нам это добиться, но другое с нами. И в этот момент сказали, что самое хорошее, что можно так пакушить. Но Иисус знал цель этого испытания. Но Иисус знал цель этого испытания. Он должен был выполнить свою миссию, ради которой пришел, поэтому мы говорили написано. И мы можем взять как пример Иисуса. Иисус знал, что когда наши вопросы, все необходимые, и мы должны принимать snapshot сделки. Мы должны взять примеры за Иисус, когда испытания приходят во времена нашей жизни и не крат試ка, и мы не разрешим через все наши испытания, чтобы мы ответим сам «и Духа Павел Иисус». И есть сказали. Мы должны руководства всегда слава Божим. Мы должны всегда оставить жизнь, чтобы жизнь подсказана от Бога. И вот Иисус дал этот экзамен. И мы можем сказать, что первый тест, первый экзамен, Иисус л-а дать в брио. Но дальше и диавол не запрещает, что это очень другое испытание, испытание властью. Но диавол не запрещает, и он еще в контент, который испытает Иисус л-а дать в брио, а дать властью, все дать волнусь, это сложное испытание для многих людей. Многие люди из этих испытаний не стоят, чтобы не послушать Бога, например, как Саул. Но Иисус отвечает на это, Мы видим, что Иисус опять, благодаря Слову Божию, он противостоит этому испытанию. И так же, на третье испытание Иисус отвечает, Иисус отвечает, что не испытывай Богу, Иисус отвечает, что не испытывай Бога, История из этого понимает, что когда мы остаемся верны Богу, когда мы остаемся в Слове Божию, И в результате мы понимаем, когда мы становимся верным в Бога и верным в Куванты. Мы будем верить веру. И дьявол не смог сделать ничего, и написано, что Он подошел от него, потому что понимал, что здесь ничего не смог сделать, потому что Иисус победит. И когда мы проходим трудности, нам важно помнить как проходил трудности Иисус или другие герои из Библии. И когда мы проходим трудности, мы должны помнить, как Дом Иисус произошло через эти попытки, который был секретом Библии, и как другие герои из Библии через эти попытки. Они не отклонялись от Бога, от Его Слово. Они не отклонялись от Бога, от Его Слово. И это слово, как щит, защищало и как броняк. И это давало им силу пройти эти испытания. И это дадо нам силу пройти эти испытания. И вот когда мы говорим про испытания, то стоит такой вопрос, что же подвергается испытания в нашей жизни? И когда мы читаем в Библии, то есть что важное для Бога, то есть Слово. И когда мы читаем Слово 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 Слово, мы понимаем, что что важное для Бога, то есть что важное для Бога, то есть что-то исключено в нас. В Луки 10 глава 27 стих написано. Лука, Евангелия депо Лука 10-27, есть скрис. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Слово 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 Слово, что это самое главное для Бога. И мы можем сказать, что эта порунка, это самая важная порунка, которую мы нашли Бога. Поэтому мы можем понимать, что это будет испытано, дьяволом. И мы должны понимать, что это будет тестировано и пытаться от satана. Он будет испытано, насколько мы остаемся верными Богом, насколько мы будем любить Бога. Я думаю, что для satана это важно не просто чтобы человек вошел в какой-то грех, чтобы он сделал. Но самое важное, чтобы человек вошел от Бога. Но самое важное для satана это для человека, чтобы человек вошел от Бога. Для этих отношений человек вошел от Бога, потому что именно это защищает человеку. Для этого не могут быть эти отношения между человеком и Богом, потому что он имеет отношения с Богом. И поэтому один из самых частых испытаний это любовь к Богу. И один из самых больших испытаний, которые есть для тех тестов, это любовь к Богу. В Откровениях написано, имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. И в Апокалипсии 2,4-4, написано, что ты оставил первую любовь. Люди, возможно, ходили в церковь, служили, делали что-то. Люди, возможно, ходили в церковь, служили, Но там была просто механика, просто привычка того, что он делал. И там уже не было этих отношений, не было первой любовь, которая говорится. Не было того, что написано в главной заповеди, «Возлюби Господа Бога твоего». И поэтому это будет подтвергаться испытаниям и атакам. Потому что в отношениях мы будем отрезать себя и от Бога. И это будет что-то, что будет тестироваться и пытаться по всей истории, в течение всей истории, по-мне, в пахту, в пахту. Потому что, если вы будете претензий или претензий из любовь, вы будете претензий и претензий из Бога. И мы думаем, что отношения, они всегда атакованы. И если мы их тянем, то мы пытаемся сохранить их. И если мы тянем, то мы пытаемся сохранить отношения с Богом. Если ты любишь людей, то ты пытаешь сохранить отношения с этими людьми. Если ты любишь Бога, то вы будете претензий и вы будете делать то, что это возможно, чтобы пастереть эту отношения. Если ты любишь людей, то вы будете претензий, чтобы пастереть эту отношения. Эти отношения будут подвергаться. Но Господь говорит нам, что мы все можем пройти эти испытания, если мы вернемся Богом. Время нам написано, кто отлучит нас от любви Божией. В романе это написано, что кто-то спрашивает Бога. И он перечисляет скорби, теснота, гонение, нагота, голод, опасность, меч. И здесь есть ли у нас, ни с тихи, ни с тихи, ни с тихи, ни с тихи, ни с тихи. И дальше он пишет, но все сие преодолеваем силу возлюбившего нас. Но дальше он пишет, что все эти отношения мы будем пройти через силу того, кто любит нас. Бог напоминает нам через Писание, что во время трудностей... Господь говорит нам, что во время трудностей... Мы должны сохранять эти отношения и не позволять ничего из того, что было перечислено, или еще то, что может мешать нашим отношениям. Мы должны сохранять наши отношения. И ни с тихи, ни с тихи, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая, какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Хресте Иисусе, Господи нашим. И в 8-м 2-е, мы скажем, что... Я думаю, что именно это упоминает здесь потому что человек у нас есть свойственная тиража когда приходит трудность. Им мне кажется, что он остался один, что все от него отринулись. И здесь, Павел, он приводит доказательства, что Бог никогда не оставит тебя. И никто не может отвернуть нас от Бога. И когда вот эта истинка находится в нашем сердце, когда мы понимаем это, и когда мы во время наших испытаний помним это, когда мы понимаем это, когда мы понимаем это, мы держим победу, потому что мы держим фокус на Боге. И самое главное не боятся. В Библии написано, что не боятся, не боятся, не боятся, не боятся. И самое главное не боятся, что мы не боятся. В Библии очень часто это сказано, что не боятся, я с тобой. Это один из самых главных уроков, потому что мы всегда должны оставаться верным Богом и верить его любовь. И это одна из самых важных уроков. И это одна из самых важных уроков, что мы всегда должны остаться верным Богом и верить его любовь. Поэтому Бог всегда напоминает нам о своей любви. И это почему Бог всегда не помнит и не реаминтит его любовь. И один из таких примеров это то, что он так любил наш мир, что а дал своего сына. И один из наших. И один из этих примеров это, по-настоящему, что оттой много любят Бога, что а дать на Союзу для всех из нас. Что еще будет испытывать? Что еще будет испытывать? Я написала вторым, что это будет вера. И я написал вторым, что это будет вера. Потому что вера это то, что соединяет нас с Богом. Мы уверовали через веру, спаслись через веру, получаем от Бога через веру. И апостол Петр в первом послании, первого шестого стиха говорит. И апостол Петру в первом послании, первого шестого стиха говорится. В этом счастье мы теперь немного поскорбим, если нужно, от различных искушений, чтобы вера ваша испытанная оказалась в драгоцене и гибнущего, хотя и огнем испытываем золото, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа. Наша вера на тогда становиться в драгоцене, как мы видим с этого стиха, когда она испытана. И мы понимаем, что цена веры возрастает по мере испытаний, которые проходят человек. Цена веры возрастает по мере испытаний. И эти испытания проверяют какая вера. Потому что если это не настоящая вера, то человек остается и теряется в эти испытания. И эти испытания мы показывают автентичность нашей веры. Если нет, если нет, если нет, если нет, если нет, если нет, если нет. Но если там была вера большая вера, то она проявляется в действие, которое делает человек. Но если там есть вера, то она будет вера на это. Следующее, что испытывает, это наше послушание. И следующий момент, которое мы пытаемся, это слушание. По своей греховой природе, люди очень не послушны. По своей природе, люди очень не послушны. По нашей природе, мы, как люди, очень неослушны. Люди мне нравятся когда они говорят, что ты вот иди сделай так, 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 так. У омнилур не очень приятно когда они говорят, что это, что это, что это, что это, что это. Или когда они учит, что нет, ты сделай неправильно, а сделай по-другому. Су когда они учатся, и ты еще пытаются корректировать, и скажут, что ты не делаешь так, и это хорошо. Поэтому написано, что слушание это лучшая жертва. И поэтому она будет испытана. И мы понимаем, что слушание это тоже как бы процесс. Если мы посмотрим на Аврама, то всегда ли он слушался Бога? Нет, не всегда. Но если даже где-то он не слушался, то потом он слушал Бога. Потому что мы сразу не становимся идеальными, послушными. Потому что мы не становимся идеальными, послушными. Для этого нужен процесс. И поэтому, даже несмотря на то, что если мы один раз не послушали, сделали не так, то не нужно, наоборот, идти дальше с Богом. И если это происходит, то мы не успеем, мы не слушали Бога, то мы не слушали Бога, то Бог не может нас видеть дальше. Если мы будем убегать от этих испытаний, то не слушать Бога то что он хочет от нас, то Бог не может нас видеть дальше. Но когда мы идем за Богом, когда мы любим его, когда мы послушаем Бога, когда мы послушаем Бога. Тогда мы будем идти от послушания к послушанию, от веры к еще больше веры. Мы видим, что какие были в начале персонажи Библии, они потом менялись. Это процесс, которым каждый из нас должен быть подвержен. И мы понимаем, что каждый испытатель, каждый экзамен, это благословение в нашей жизни. Это новый уровень в нашей жизни, когда мы сможем еще ближе стадии Бога, когда мы поднимаемся выше в этих отношениях. И когда мы понимаем, почему эти испытания это происходят, то мы понимаем, почему это происходит. Мы понимаем, почему это происходит. Я хочу рассказать одну маленькую историю. Когда Бог проводит нас через испытания, то мы видим от чего нужно избавиться в нашей жизни. Когда мы видим, что Думаю, мы видим, почему нам нужно избавиться в нашей жизни. И пастырь сравнивает это, и говорит, что мы являемся скульпторами. Все знают скульптору Микеланджело Бонарти. И когда этот скульптор шел по дороге, то он увидел камень. И он сказал, что в этом камне он увидел Давида. И вот из этого камня он потом сделал скульптуру Давида. Но когда мы смотрим на камни, ну лично я не вижу в камне, Давида или кого-то еще другого. Но мы, здесь, где мы находимся в нашей жизни, когда мы смотрим на пастырь, мы думаем на что-то, 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 что-то не происходит. Но наш Господь хочет быть великим скульптором. И он, среди нас, среди камней, видит все что должно быть скульптуру. И поэтому, как скульптор, благодаря испытаниям, он будет убирать все лишнее, чтобы остаться только самое лучшее в нас. И, как скульптор, который идет через испытания, он будет убирать все что-то, чтобы остаться только что-то не нужно. И я думаю, каждый хочет стать не просто камнем, а скульптурой, которая драгоценна в глазах Бога. И, я думаю, что каждый из нас не дождится, чтобы у нас было бы просто покрытие, а скульптурой, которая идет очень депрессов в очах Бога. Поэтому нужно доверять Богу идти на эти испытания, потому что мы знаем почему мы становимся лучше. И это, почему нужно через это упоминание, когда мы идем при испытаниях, потому что мы знаем, что Бог знает, что есть лучше для нас на эти испытания. И, конечно, проходя через эти испытания и трудности, тому мы прилагаем много усилий, и нам сложно. И Писание говорит, что победители наследуют все. Если ты веришь в малом, то над многим я тебя поставлю. Это может быть для нас как победа, как победа, как в какой-то... Как на призыве, как кубок в нашей жизни. Элена White пишет... Элен White пишет... Неизбежность переживания и испытания, которые нам приходится переносить, показывают... Элен White пишет... Элен White пишет... Что он желает развивать в нас. Домный Иисус видит в нас что-то очень скромное, что он хочет развивать в нас. Если бы он не видел в нас ничего, чем он мог бы прославить свое имя, то он не стал бы тратить время на очищение нас. Элен White пишет... 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 Что все мы сможем благодаря Иисусу в нашей жизни. И пройдем все испытания. Элен White пишет... Элен White пишет... И все испытания, они очень важны для каждого из нас. И, соответственно, я понял, что пытаются очень важны для всех из нас. Я предлагаю, что все желания и желания, чтобы у нас были эти испытания в нашей жизни, и чтобы благодаря нам были пахожи на Иисус. И мы хотим, что мы хотим, что Бог, что мы помогаем для нашей жизни, который мы помогаем, Иисус. не было нормально, Господи, Боже, но Ты даровал труп Адам и Иерой для того, чтобы дальше они могли воспитываться и характером, и с желанием, и с поступками. Господи, Боже, так же самое в нашей жизни, когда грех действует, и когда наша природа греховная, она борется с Тобой, и Ты, Господи, используешь все вот эти разные испытания, трудности, которые в нашей жизни есть для того, чтобы научить нас. Хотя нам это не нравится, но, Господи, научи нас принимать их, научи, Господи, и помоги пройти и выйти победителем из этого. Мы все доверяем Твоей рукой. Аминь. Спасибо, Господи, за испытания, которые посылаешь в нашей жизни, ведь благодаря этому мы понимаем, что мы зависим от Тебя, что мы как будто пробуждаемся от того быта, от той суеты, в которой мы живем постоянно, ежедневно. Ты даруешь такие моменты, когда больше зависим от Тебя, больше просим, ищем Твои силы. Помоги, чтобы не было только из-за такой ситуации, но чтобы мы искали Тебя, искали Твои силы, искали быть ближе к Тебе и в мирной, спокойной, когда нам хорошо, дабы, когда придут испытания, чтобы Ты радовался, и у нас была радость, что мы прошли победоносно. Спасибо за Слово Твое, спасибо за то, что Ты наша крепость, Ты наша сила, Ты наша помощь, Ты нам пример в победе, как Ты отвечал написано. Помоги нам доверять Твоему Слову, и помоги, чтобы мы были это золотое или серебро, но через огонь очищенное. Прости, что мы часто пытаемся избегать этого огня, или хотим реально какого-то покоя. Но Ты, наш Господь, Ты даруешь нам мир в сердце, и Ты также говорил, что в этом мире не будет покоя, но будет борьба всегда. Помоги нам быть на Твоей стороне, оставаться верными Тебе, расти и славить Тебя, как Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Спасибо. Дорогой Отец Небесный, я благодарю Тебя за сегодняшнюю субботу, за служение, за все, что Ты делаешь для нас, и также за испытания, которые есть в нашей жизни. Я прошу, помоги нам в этих испытаниях помнить, что Твоя Любовь, она всегда рядом с нами, то, что мы можем всецело доверять Тебе, Боже. Спасибо Тебе, что Ты всегда помогаешь нам, поддерживаешь, и то, что мы ощущаем Твое присутствие. Я прошу, помоги нам, благодаря этим испытаниям, становиться похожими на Тебя и нести Твою Любовь к другим людям в этом мире. Прибудь, пожалуйста, рядом с каждым из нас, молимся за Христа. Аминь. Аминь. Дорогие братья и сестры, благодарим за Слово. Мы также хотим вместе прославить Господа пением, которое будет на экране в завершении этого служения. В Слове Божьем ищи утешение. Утешение, друг мой. Укрепление, утешение, силу, победу. Слове Божьем ищи утешение, друг мой. Слово Божьем ищи утешение. 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 Слово Божьем. Все испытывайте. Хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Аминь.